Председатель партии социалистов Игорь Дадон говорит, что готов поддержать единого кандидата на президентских выборах, но при одном условии. Это должен быть человек, не являющийся партийным лидером или членом какого-либо политформирования. Политик призвал оппозицию принять решение по кандидатуре до конца мая. Дадон также рассказал, что общался с рядом потенциальных претендентов на президентский пост. Я поговорил с шестью потенциальными кандидатами, лидерами оппозиции, о том, что мы будем делать на президентских выборах и вообще, что мы будем делать этой осенью. Первое и самое важное – диалог между рядом представителей оппозиции с разными взглядами – идеологическими, геополитическими. Диалог существует. Дорогие граждане, мы обсуждаем внутри оппозиции общую стратегию на осенних президентских выборах и референдуме. Партия социалистов, лидер партии социалистов готов поддержать кандидата, выдвинутого кем угодно, не являющегося лидером или членом какой-либо политической партии. Игорь Дадон дал понять, что социалисты готовы предложить в качестве единого кандидата бывшего генерального прокурора Александра Стояногла, обвиняемого в пассивной и активной коррупции, а также в указании ложных данных в декларациях. Кроме того, он фигурировал в деле о превышении служебных полномочий, по которому был оправдан. Стояногла заявляет о своей невиновности. Мы говорили о Стояногла. Не нравится Стояногла? Выдвиньте кого-то. Я обращаюсь к остальным партиям, имеющим вес, к политическим лидерам. Выдвиньте кандидатуру. Единым кандидатом в первом туре не может быть лидер какой-то партии. Какой смысл одной партии работать на лидера другой партии? Поэтому единым кандидатом в первом туре может быть только аполитичная личность. У нас есть не больше двух недель. Сегодня 17 число. Ровно через две недели 31 мая. До конца мая, уважаемые коллеги по оппозиции, представители гражданского общества, мы должны представить свою позицию, поскольку люди не понимают, что мы делаем. Лидер социалистов также рассказал, с кем он уже обсуждал грядущие президентские выборы. Хочу вас обнадежить в том, что у нас реально есть диалог внутри оппозиции. Вот самый большой плюс после вот этих наших, мы общались на этой неделе во вторник, в шесть, ну уже было публично, я, там Тику, Влах, Филат, Ульяновский, представители партии Чабана, присутствовали наблюдатели, там, кто там был, Еснецкий, Асталеб, там и другие, Наташа Морель. Плюс хороший сигнал для страны, для всех нас, для граждан, что у нас есть диалог положительный, мы будем двигаться по общей стратегии. В четверг, 16 мая, парламент своим постановлением назначил президентские выборы на 20 октября. В этот же день пройдет и республиканский конституционный референдум. На данный момент о намерении побороться за пост главы государства объявили нынешний президент Майя Санду, экс-министр иностранных дел Тудор Ульяновский, председатель политформирования «Наша партия» Рената Усатый и бывший лидер платформы «Достоинства и правда» Андрей Анастасия.